всем привет сегодня я хотел бы затронуть такую маленькую тему как разные весовые категории не только в спаррингах а вообще допустим в потасовке на улице почему почему я пришел к этому вопросу к этой теме потому что раньше я думал что только в российском в русском сегменте youtube существует такое вот голимое понятие как попробовал бы ты против 120 килограммов мужика ростом метра два попытаться сделать то же самое что ты делаешь против такого же как ты у тебя бы ни хрена не получилось так вот я раньше думал что это только диванные эксперты с российского простите с русского сегмента youtube такие недалекие низкоинтеллектуальные а нет оказалось в германии тоже достаточно таких вот гоблинов которые ведут себя действительно как как идиоты это не голословно я неоднократно вспоминал у себя на канале имя основателя европейской федерации винчун кита керншпехтер так вот по теме вот по этой теме к нему на страницу на фейсбуке залез кто-то и точно так же немец точно также посмотрев его комбинации он у него сейчас создана новая система называется волшебные руки канки фу то есть он вычленил из винчун некоторые моменты и эти моменты он создает в обычную тренировочную систему помогающую освоить очень быстро базы базу основы самообороны и и один человек там посмотрев эти видео он ежедневно выкладывается и видео пока показывать как нужно работать показывать биомеханику движений пока она рассказывает все и кто-то один написал ему вот попробовал бы ты применить вот эти вот комбинации вот эти вот часау и так далее против мужика весом 120 килограмм и ростом метра два с хвостиком что ответил основатель и в этого керншпехтер он сказал вы знаете я очень часто слышу такие высказывания от людей поддающихся соблазну кого-то уколоть то есть эти люди они изначально не верят отказываются верить тому что они видят они подвергают не то что сомнению они пытаются опровергать увиденные факты пытаясь принять притянуть внимание на себя якобы они великие спортсмены великие мастера и так далее и мастер керншпехт ответил буквально следующее вы знаете я уже почти 70 лет занимаюсь различными видами спорта среди которых бокс грэплинг кокушинкай в молодости сейчас этот винчун полностью все стили ушу и против меня говорит разве что может выйти победителем только тот кто пишет комментарии в интернете боясь выйти против меня в живую со всеми остальными говорит у меня проблем нету поэтому я точно также повторяя повторяя его слова вернее отправляясь к сказанному керншпехтом точно также буду в будущем говорить о том что ребята если вы подвергаете сомнению то что вам показывает если вы сомневаетесь в правдивости или действительно эффективной работе тех техник которые вам показывает человек ну что ж пожалуйста сегодня нет такого что я не могу куда-то приехать я не могу где-то позаниматься пожалуйста все вы знаете где кто живет раньше такое было я тебя по айпи адресу найду если кто-то желает пожалуйста я вам могу дать адрес вы приезжаете сюда вы приезжаете ко мне мы идем с вами в мой спортзал в котором мы проводим тренировки и я вам показываю те техники которые я показываю в своих видео неважно в коротышках в обычных видео в паре показываю с ассистентом или сам на груша на боксерской на макеваре и мы отрабатываем с вами эти техники на вас а потом вы ребята говорите работает она или не работает потому что пустословием заниматься может каждый но красит ли это человека вот чем вопрос поэтому в будущем если вдруг кто-то и будет за затевать такие темы типа а ну не работает попробовал бы у меня кстати тоже на канале такое было в прошлом году когда мы выкладывали многие каратышки с приемами языки дзюцу из карате из хаткидо тоже появлялись такие вот залетные пташки может быть даже не знаю пионеры какие-то может подростки кричали да нифига ты не умеешь да ты толстый жирный кабан да ты блин против нормального мужика нихрена не сможешь ну ребята извините сколько вот уже вот уже почти 40 лет я занимаюсь восточными ненаборствами и кое-что могу кое-что могу если бы я не мог то у меня не было бы международного сертификата на преподавание карате по-русски бранч так вам больше понятно и я не работал бы тренером подумайте об этом ну и конечно да время от времени у меня на канале вот пожалуйста мелькает qr-код это для тех кто действительно имеет интерес к нашему каналу кто желает помочь какими-либо пожертвованиями для нас для развития нашего канала хочет чтобы так же как и мы хочет чтобы канал развивался становился более интересным чтобы контент становился более обширным говорю сразу все эти средства которые будут перечислены они будут направляться на закупку действительно хорошего оборудования для видеосъемок потому что спортивное оборудование спортивный инвентарь у меня есть мне его достаточно а вот по поводу оборудования для видеосъемки тут есть некоторые нюансы которые нужно еще немножко корректировать поэтому если есть у кого желание это нет это не принудительно это чисто на добровольной основе многие же просят особенно те которые живут в чехословакии там где-нибудь еще они с наглой рожей просят денег у людей люди им пересылают эти потом идут на в рестораны жрут на эти деньги думаю тут сколько у меня лохов 20 тысяч подписоты и все лохи такие что блин их могу за их счет ходить в ресторан хоть каждую неделю что-то жрать я же готов пожалуйста преподносить вам счета если вдруг такое случится и давать полный отчет по тем средствам которые наш канал будет получать или получает и говорить что конкретно мы купили на данный момент на данный момент нам необходим нормальный дистанционный микрофон для видеозаписи на расстоянии чтобы видно было не только видеоряд но чтобы и звукоряд был тоже идеальный и хороший такой микрофон стоит от 40 до 50 евро поэтому если у кого-то есть желание возникнет желание помочь развитию нашего канала помочь нам быстрее прийти к той цели которую мы себе намечаем пожалуйста будем только рады и будем на доске почета всегда писать имена тех кто помогает нашему каналу это в принципе все что я хотел сказать удачи вам не болейте если кто болеет выздоравливайте не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями оставить лайк оставить свой нормальный комментарий ну и да конечно вот сейчас у нас посмотрите у нас сегодня на улице сколько плюс 8 или плюс 10 по моему плюс 10 вот такая у нас лютая зима трава зеленая ну всем удачи пока